как родители могут стать друзьями для своих детей и в подростковом возрасте первое это где нужно воспитывать да и им нужно самого-самого детства скажем при прививать положительные качества то есть силу воли то есть целенаправленный характер собранность ответственность бороду к окружающим до выражать ним постоянно любовь и заботу бывает умер дети капризные зачастую то капризность бывает из в это кино от дети у них огромный дефицит душевно эмоционального опыта и такие дети если видят когда родители кому-то другому проявляют внимание у них начинается можно начинаться и ревность проходят демонические существа то есть вообще чтобы помогать ребенку для начала нужно понимать каков ваш ребенок вы составляете гороскоп мы видим его карту и психическая так психические возможности понимая психические возможности можно с ребенком работать тем или иным способом если ребенок активный например да то есть нужно на правильном направлении направить в активность и объяснить ему как нужно действовать чтобы его жизнь была хорошая то есть внимательно слушать ребенка и объяснять ему что нужно и почему и почему ему будет плохо и он не будет это делать. Если вы что-то ему предлагаете, он чем-то увлечен, и вы хотите изменить, вы должны предложить ему какую-то альтернативу. И желательно, чтобы эта альтернатива для него была интересна. У него есть, например, телефон, он там что-то играет, что-то гоняет, мастер-гнома по прериям, как говорится. Предложить вместо этой игрушки, например, настольную игру. Альтернатива какая-то. Либо поиграть там, не знаю, на улице с друзьями в футбол. Очень жесткие вот эти программы, достаточно есть. Они есть в этих игрушках. Большинство игрушек, они выключают правильность его восприятия и захватывают внимание ярко-динамической картинкой. Человек должен создавать это состояние не телефоном, а сам. То есть ребенку, зная, какой ваш ребенок, например, активный, вы формируете его таким образом. Если ребенок восприимчивый, то вы это делаете так. Если ребенок балансивный, если ребенок, например, у него есть склонность к красоте. Есть много разных психотипов детей. Хотя говорят, что дети все одинаковые, ничего подобного. Они все разные. И с каждым ребенком надо общаться, исходя из его психотипа. Когда он совсем-совсем маленький, даже когда он еще говорить не умеет, все равно это начинает выражаться. Как он смотрит, как он двигается, что ему нравится. То есть нужно своего ребенка знать. Всегда показывать ребенку, что ты его друг, что ты как бы не просто от родителей, который вот за ним трогай, ему не разрешает, а ты его друг, и ты ему помогаешь. Душевно участвовать в все, что происходит в ребенке с самого детства. Проявлять ребенку с детства любовь и заботу. Это душевное и сердечное состояние. Это очень сильная связь с ребенком, и эта связь, она сильная. Она в принципе переборет любое демоническое воздействие отрицательное, которое у окружающего мира. То есть с детства заботиться с ребенком. С детства проводить немного времени. С детства, чтобы ребенок воспринимал вас очень серьезно. Он воспринимался как близкого человека. Он воспринимался как друга и как близкого человека. То есть душевная связь, резонанс на душевном уровне и резонанс на социально-бытовом. Социально-бытовой на уровне социальных отношений это глубокие социальные отношения опять надо понимать какой возраст то есть 13 13 лет включается приносок мир сакральная энергия нужно ребенка объяснить что с тобой может происходить почему что это такое для чего это нужно когда быть работать что будет их ты будешь делать неправильно да дать человеку систему как мы с этим работать возникает такая энергия куда ее девать как как настраиваться что делать берегать ребенка направлять его в те места где ту среду который будет воспитывать так и вы знаете что во дворе не очень хорошая компания то сделай так что практически все время ребенка будет занято по каким-то школам секция до выбрать то что ему интересно пусть он идет там свои друзья там где люди делом занимаются не по дворе там сидят курит там предположим там по обмойкам шарится там или там хэри металл слушают или рок-н-ролл то есть в категории детей с которыми вам соответственно которых нужно оберегать там то есть вообще старайтесь чтобы и ваши дети белые да то есть они общались с белыми то есть это вопрос не кого-то там говорят расизма хотя арсен хорошее слово да это вопрос в том что ваши дети должны общаться с рамками до которые будут генерировать энергии качества близкий им ребенок будет общаться с негром он будет сам становиться негром значит такое пословица с кем поведешься так тебе надо каким бы там хорошим не считался некор он всегда будет оказывать негативное воздействие на вашего ребенка как его хорошо бы не воспитывать на это как бы вот вы как вы не кормите как вы не лить крокодил он то есть или там ядовито кобра на хищник все равно всегда будет опасно то есть ряда людей похожих на вас отправлять ребенка в секции даме чтобы его время было занято чем-то полезным проводить какое-то время вместе достаточное до чтобы ребенок чувствовал что вот чтобы от времени создавалась ваша связь внутренние если вы все время на работе ребенок все время там школе где-то еще то есть его энергия направлена резонанс кем-то другим да то есть вот ваша связь она остается только вот на уровне где-то генетики чем вы меньше проводите вот этого местного времени вот когда ваша эмоциональная психическая энергия меняется какой-то резонанс бы тем меньше ребенок с вами связан тем меньше ему важно то что вы от него говорите очень меньше резонанс чтобы быть друзьями надо воспринимать ребенка не только как свою собственность не только как свою игрушку а как своего друга ты вы когда приглашаете ребенка вы приглашаете мир за существо и первую очередь это ваша ответственность вы для него должны стать другом и в это всю жизнь показываете на своем отношении своими поступками объясняете ему через эмоции правильные гармоничные через слова которого для него подбираете в определенном возрасте ребенок воспринимает одно в другом возрасте воспринимает мир маленький ребенок он больше воспринимает эмоциональный настрой больше ребенок более взрослый воспринимает больше какие-то слова и какие-то действия да и действия приводит к его жизни почему-то приятному начинает вам более серьезно относиться это очень сложно это очень сложно обратно и здесь даже нос чешется очень сложный вопрос ну и первую очередь ребенка надо знать это вообще тема это может быть тема целого семинара каждый ребенок это индивидуальности понимает индивидуальность можно вот что-то в этом плане делать целенаправленное и еще наверное последний скажу не навязывать на ребенка какие-то свои эгоистические программы понимать что ребенку будет хорошо что ему нужно для развития на их пытаться так создать жизнь ребенка чтобы он там мог реализовывать бывают такие ситуации когда вы сами это не можете объяснить тогда привлекаете к опыту говорится человека который поможет как минимум это психолог лучше конечно человек который при какой-то духовно родственной школе какой-то духовной традиции на психолог он оперирует с пониманием понятия «м хорошо» и «плохо» и «плохо», «и понятию» что нужно или нельзя а в духовных традициях это работа с душевной со с душевной системы человека психолог не работает душевный состояние в луч classical случае работает с психикой на В духовных традициях работать с душевным состоянием, то есть идет более глубоко. Почему, например, нужна именно духовная традиция? Если вы, например, ведете ребенка, я так утрирую к мастеру дзен, то мастер дзен начнет преобразовывать его душевное качество в общении. Психолог будет пытаться изменить что-то в его мировоззрении, убедить его в чем-то. И работают разные, скажем, уровни глубины программы, которые будут иметь разную силу. Психолог, ну, не хочу убежать психологов, но это как бы немножко недоразвитый священник в высшем смысле слова. Потому что он работает с поверхностью. Знаете, как есть массажист, есть массажист биоэнергетики. То есть массажист обычный, он немножко недомассажист, пока он не вошел, не дожел из зоны биоэнергетики. То есть не это плохо, это просто немножко недоучка. Так и вот психолог, он может быть, в принципе, как психолог хороший. Вот как система психология, она нецелостная. В психологии нет духовно-нравственного начала глубокого и высшей идеи познания мира. Вот если этой идеи нет, то психология, она исправляет что-то на поверхности. И это то, что исправлено на поверхности, может позволить человеку удерживать при воспитании в каких-то рамках. Но запустить программу развития очень сложно. Когда это идет изнутри, из духовно-нравственной системы, это начинает воспитывать потребность программы развития. И работать на другой уровень, с разной мощностью, как говорится. Иногда одно слово в правильном состоянии, оно весит больше, чем годы высказанных каких-то идей. Чтобы стать друзьями ребенку, нужно еще научиться думать как ребенок, понять, почему он это говорит и что он испытывает. Когда вы понимаете, что он говорит, почему это испытывает, вам легче, например, может быть, легче выразить вашу положительную идею, и ваше желание изменить его в жизнь к лучшему. Это знаете, если вы хотите победить врага, вам нужно научиться думать как враг. Если вы хотите помочь ребенку, нужно научиться думать, понять, как ребенок думает, что он испытывает, что он чувствует и что он думает. Вообще, очень большая тема, знаете, когда за такие вопросы, знаете, это когда вас пытаются спросить, как устроена ракета. Ну, например, техника, это сложнейшая система. То есть, можно, конечно, описывать какие-то вещи, но вот как бы вам не описывались внешние сопла, корпуса, топливо, системы смешения химических элементов, системы управления. Как вот вы общие эти вещи не описывали, то есть у вас картинки полно не будет. Нужно очень глубоко разбираться в теме. Когда мы говорим про воспитание детей, это очень большая тема, и тут надо разбирать конкретно каждого ребенка. Если вы идете в какой-то духовно-нравственной системе, воспитывая ребенка, вы даете ему базовые, так называемые, космические законы. И вот выстраиваете в нем вот эту цельную картинку. Вообще, когда с ребенком что-то не так, это вот это нарушено, это ценная картинка, либо не создана, это цельная картинка. И любыми способами эту цельную картинку нужно создать, ну, любыми разумными способами. Большая очень тема, очень сложно рассказывать, хочется как бы дать вам максимум или как бы дать вам все, а на самом деле все не дашь в течение нескольких минут. Бывают, знаете, очень хорошие способы, когда дети ведут себя определенным способом и выражают определенные мысли. Особенно, когда видишь ребенка, хотя бы картинку его или гороскоп, да, можно объяснить, что происходит и какие ошибки делают, предположим, родители. Потому что есть много типов характеров, да, сейчас я вот вставляю гороскоп и зачастую замечаю, что здесь люди с противоречивым характером. У него есть и одно, и другое. И то одно работает, то совсем другое, да, и они как-то вот уживаются. Сейчас очень много типов людей, и на каждый тип психотип нужна какая-то своя система. Если вы с детства в ребенке не сформировали какую-то цельную картинку, вот, систему, то очень сложно потом давать советы, вот, общие такие. То есть картинка вот эта цельная, она обычно, помощью нее можно все что угодно уложить в свои места. Если этой картинки нет, то вот очень сложно какими-то советами что-то исправить. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok